Тонкости налогообложения Нине Филимоновой известны по долгу службы. Уже много лет она занимает должность главного бухгалтера. Десятки сотрудников постоянно обращаются за консультацией, хотя получить ее может каждый в интернете, на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Личный кабинет». Я думаю, что это очень удобно для каждого, потому что сидя дома, не выходя из дома, можно проверить все свои налоги, заплатить налоги, задать необходимые вопросы через кабинет налогоплательщика. Водитель ты, строитель или пивовар – неважно, налоги должны платить все. Однако около 50% жителей Самарской области не платят вовсе или платят налоги несвоевременно. Между тем, согласно закону, крайний срок оплаты – 1 октября. Даже если квитанцию налоговые органы не прислали. Основное нововведение, которое коснется непосредственно налогоплательщиков, физических лиц в части имущественных налогов – это то, что они обязаны теперь с 1 января 2015 года в случае неполучения уведомлений от налоговой инспекции сообщить до 31 декабря о том объекте, на который не исчисляется налог и не приходит уведомление. С 2017 года к неплательщикам начнут применять штрафные санкции – 20% от суммы неуплаченного вовремя налога. Чтобы не попасть в черный список, стоит быть внимательнее. Все нюансы, связанные с налогообложением, специалисты разъясняют на выездных встречах, которые проходят на предприятиях города регулярно. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.